Ну что, друзья, всем здорова, с вами, как всегда, Данта, и это уже четвертая часть нашего пути от бомжа до админки. И, пожалуй, именно эта серия сегодня для нас станет самой судьбоносной, самой такой важной и на данном этапе, потому что сегодня мы с вами будем проходить обзвон, на котором, возможно, мы сможем с третьего ранга повыситься сразу на шестой или на седьмой. Так что сегодня вы увидите то, как я прохожу обзвон на офицера, и это все будет происходить в режиме реального времени. Так что, как обычно, поставьте обязательно свой лайк, друзья. Если мы наберем под этим роликом 3000 лайков, это наша новая планочка, то будет просто невероятно, просто будет очень супер. Так что все, друзья, ставьте свой лайк, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, я буду вам за это отдельно благодарен. Всем желаю приятного просмотра и погнали! И ни в коем случае не забывайте о моих партнерах. Bighost.org – это хостинг, с помощью которого каждый может создать свой сервер сам, к РМП или МТА очень быстро и по низкой цене. А с помощью автоустановщика ты сможешь загрузить на свой сервер мод любого проекта и представить себя в роли основателя Аризоны или Даймонда. Все ссылочки есть, как всегда, в описании. Приятного просмотра! Ну что, ребят, до обзвона остается буквально 20 минут, я уже все приготовил, я сделал себе скриншоты с форума, кинул себе в личку ВКонтакте, я сейчас обложусь просто планшетом, ноутбуком и так далее. Я на самом деле вообще очень давно не проходил никакой обзвон, да и в принципе у меня обзвона в жизни, наверное, штуки две всего максимум было, поэтому, естественно, я очень переживаю. Все-таки блата, как бы мы поднимаемся без блата и возможно, вполне себе возможно, что если я облажаюсь, я так и останусь на третьем ранге и, соответственно, придется подниматься по рангам самому, то есть без всяких обзвонов и так далее. Но все-таки я думаю, что я верю в свои силы и я думаю, что у нас все сегодня получится, что мы все-таки уже станем офицерами. Но пока что, как вы видите, я тренирую скиллы, потому что у меня сейчас, давайте я вам покажу, я скиллы никогда не показывал. М4 у меня 54%, то есть, ну, как бы уже так более-менее, да, от дигла у меня 1% всего лишь, потому что он качается, блин, достаточно долго. То есть, если вы знаете какие-то лайфхаки, чтобы качать дигл побыстрее, то обязательно пишите в комменты, ребят. Сейчас, кстати, смотрите, у нас проходит тренировочка бойцов, то есть здесь все вот на таком вот полигоне стоят, все тренируются, все дела, все нормально. Так, кстати, давайте глянем онлайн, у нас 19 человек в сети и, ребят, я думаю, что вполне возможно, что здесь пара троих человек есть, которые пришли от меня, чтобы вместе со мной послужить. Так что да, согласитесь, что это круто, что армия растет, поднимается, потому что когда мы только вступили, вы помните, у нас был там строй из двух-трех человек и это было, конечно, ну, очень грустно. Ладно, друзья, на самом деле на обзвоне у нас сегодня будут спрашивать достаточно много всего, поэтому мне сейчас надо освежить все в памяти, я особо ничего не учил, как вы сами понимаете. Все, ребят, в общем, пожелайте мне удачи, я пошел и встретимся мы с вами только тогда, когда начнется уже обзвон и нам с вами наберут в дискордике. Алло, алло, да. Здравствуй, попали на обзвон, Сташа, вставал. Здравствуйте. Всех приветствую. С 6-го армии города Лос-Антос, представьте себе, расскажите немножко. Егор, 20 лет, живу в Москве и люблю играть в самп. На каком должность подавали? На 6-й и 7-й ранг звания. С волами департамента знакомы ли? Да, читал. Какой частоте вы свяжетесь с армией? С 101 и 4. Что запрещено говорить в чат департамента? Во-первых, автопить, во-вторых, писать нон-рп информацию всяческую, общаться, ну как-то писать туда вообще абсолютно не по делу, вот. Ну, например, как помимо объявления о наборе, просьб помочь в чрезвычайных ситуациях. Всяческие ненужные вещи, в общем, не относящиеся к работе, которые будут отвлекать, занимать чистоту. С кадровой системы ознакомлены? С ч...ээээ... со сканерами... нет. С кадровой. С правилом вертикали ознакомлены? Нет. Хорошо. Со скольки начинается комендантский час? С... с десяти вечера до восьми утра. По местному времени. Рабочий день. Рабочий день с... с... с восьми до девяти вечера. Ну, смысл, с восьми утра до девяти вечера. Хорошо. По каким дням недели нападают на ЛСА? На ЛСА по понедельникам и четвергам. Хорошо. Представим такую ситуацию. Вы выходите из военкомата и на... ой. Вы проводите собеседование в военкомате, и вас начинают похищать. Ваши действия. А как такое может произойти, если у нас в военкомате несколько людей, плюс, например, там, полиция? Ну, большой арабы на вас нападают. Так, то есть похищают всех нас? Тех, кто ездит? Да. Ну, во-первых, будем подчиняться действиям. Во-вторых, ну, как бы не будем сопротивляться. И не буду нон-рпшить. Баны в военкомате были? Нет. Хорошо, тогда ожидайте. Я вас в линканал перекину и ожидайте итогов. Спасибо, хорошо. Так, ребят, короче, сейчас я после этого обзвона понял, что я учил совсем не то, что меня спрашивали, потому что какие-то понятия ночь, что-то еще, какие-то там воздушные штуковины. Я не знаю, я достаточно много тем на форуме обсмотрел, я прочитал полностью устав и, ну, по сути, я бы даже, не знаю, там, по пунктам мог бы какие-то там, может быть, вспомнить даже. Но здесь это было, конечно, что-то как-то очень-очень жесткого, безумного. То есть я как-то совершенно понял, что я не готов и сейчас, скорее всего, не знаю, ну, мне повезет, если мне дадут, там, шестой ранг или пятый. Посмотрим. Меня, получается, как вы видите, перекинули в конференцию итоги собеседования. Мне остается только теперь сидеть и ждать результатов. Ну, вот что-то мне подсказывает, что может что-то пойти не так, потому что все-таки, ребят, вы все видели, я отвечал достаточно как-то, ну, переживал это, во-первых. Во-вторых, ну, видно было же по мне, что я не подготовился. Естественно, как я уже говорил ранее, если бы я писал бы заявку, допустим, на девятый ранг или на восьмой даже, то, ну, здесь сто процентов с моим ответом, ну, никто бы меня не взял бы ни на девятку, ни на восьмерку. Так что все, сейчас у меня, наверное, ну, я рассчитываю на шестерочку или даже, ну, на пятый ранг, если меня как бы смогут туда на него взять. Так что все, ребят, встретимся с вами, не знаю, через полчаса, через час. Я не знаю, сколько будет идти обзвон, но все-таки я дождусь результатов, естественно, и надеюсь, что я вам в этом видео покажу то, как меня будут повышать, если вообще, конечно же, будут. Объявляю итоги с цепеседами, обзором. Стив Адамс, седьмой ранг, Нео Мэйди, шестой ранг, Марин Кортес, шестой ранг, Фредди Янг, Пятер Ранг, Такаши, Космони, Космоши, восьмого ранга. Все согласны? Да. Да. Только вот меня. Да, согласны. А как вот по десятибалльной шкале? Насколько я ответил? Лучше всех. Если так смотреть, то на балла 3-4. Ну, нормально. Ну что, друзья, обзвон прошел, сообщили, получается, итоги, все вы это сами прекрасно сейчас слышали, и, конечно, да, я немного расстроен, потому что вот так вот все у нас произошло, я немного тупанул, что не прочитал, можно сказать, самые главные правила, а точнее правила госструктур в целом, и именно из-за этого я не прошел ни на шестой, тем более ни на седьмой ранг, и мне выдали, ну, как бы, мне сейчас зайдет лидер и выдаст мне пятый ранг. Соответственно, ранг мой будет называться второй лейтенант, и, получается, я буду принимать лекции, точнее, проводить лекции, проводить тренировки, проводить вот эти всякие там присяги, устав, и, соответственно, также я буду повышаться по отчетам на следующие ранги, то есть это не мой окончательный ранг, можно сказать, это все, я еще буду работать по отчетам, будем повышаться, так что все еще впереди, ребят, но именно сейчас, конечно, немного грустно, что не очень так я сильно поднимусь. Так, ну что, друзья, в общем, как мы сейчас с вами видим, зашел наш главный, точнее, наш генерал Гарри Кортес, и сейчас он должен стоять где-то тут, да, вот он, наш Гарри, и будем сейчас ждать нашего ранга, нашего пятого ранга, когда нам его выдадут. Вот, товарищ генерал, здравия желаю. Все, нас повысили сразу до пятого ранга, аксессуар, кепка черная, у нас, кстати, все аксессуары слетели, блин, с этого скина, служу штату. Опять мы это пишем, и все, друзья, смотрите, нас повысили, получается, мы пятый ранг, мы теперь с вами, между прочим, второй лейтенант, как я это вам уже говорил. Да, ребят, и просто посмотрите разницу, вот он, наш Фредди, правильно, да, там очки, все, кепочка, животик неплохой такой. И давайте переоденемся в нашу нормальную форму, да? Зашибись, вау. Ну, в общем, что, ребят, мне сейчас предстоит очень много работать на пятом ранге, чтобы повышаться до шестого, до седьмого и так далее по отчетам. В следующем видео мы обязательно уже будем что-нибудь такое интересное проводить, чтобы пополнять наш отчет, также мы будем с вами стримить, поэтому ставьте колокольчики, чтобы не пропускать мои стримы, ребят. Ну и сейчас, ребята, с этого момента мы уже спокойненько можем себя называть офицером, мы теперь второй лейтенант, все круто, у нас вот такая вот интересная форма. Правда, конечно, жалко, что у нас нету того самого живота, нашего Фредди, он слишком сильно похудел сейчас, ему пришлось скинуть очень много веса, чтобы добиться офицерского звания. Но все-таки на какие только жертвы не пойдешь, ради того, чтобы в нашем пути от бомжа до админа встать на офицера, затем встать на лидерку и так далее, там потом админка, все дела. И именно сегодня, именно в четвертой серии мы с вами стали, ребята, офицерами, я это уже сказал, конечно же, восемь раз, вы все прекрасно знаете. Спасибо, ребята, каждому, кто посмотрел это видео до конца, я надеюсь, что есть такие люди. И если вы досмотрели вот до этого момента, напишите в комментарии слово планшет, давайте, ну, почему бы и нет, как бы. Обязательно поставьте лайк, друзья, под это видео, я очень старался, я все-таки учил, хоть и не до конца, конечно, доучил, но старался это сделать специально для вас, чтобы вам было интересно наблюдать за контентиком. Всем до скорого, друзья, увидимся уже с вами в пятой, в нашей юбилейной серии, которая выйдет буквально, там, не знаю, через 3-4 дня, посмотрим, это все зависит, опять-таки, от ваших лайков. Всем желаю удачи, еще раз, друзья, всем спасибо, всем пока-пока.